Всем добрый вечер! В этом видео хотел бы показать последнюю на данный момент сыгранную партию с классическим контролем времени. Сразу говорю, что это одна из лучших моих партий, но при этом в ней не было каких-либо глубоких стратегических замыслов. Поэтому надеюсь, что абсолютно всем моим зрителям будет понятно происходящее на доске. В то же время думаю, что партия в какой-то степени полезная и поучительная. В частности, как пример того, как эффективно использовать фигуры в атаке на короля. Партия была сыграна в командном чемпионате Швейцарии в прошлую субботу, прошу прощения. И я играл белым цветом, была разыграна сицилианская защита, вариант Рассалима. Мой соперник в этой партии это местный мастер Федепа фамилия Лемон. Ну, очевидно, что он следил за проходящим меньше месяца назад чемпионским проединком. Бранд Рассалима поэтому не стал для него неожиданностью. Сделал он ход G6, так же как и Магнус Карлсон. Последовало 2-0, сном G7, ладья Е1. И вот эта позиция встречалась в одной из партий чемпионского матча. Магнус там играл Е5, в ответ на что Фабиано избирал гамбит с ходом Б4. На самом деле, к этой партии я тоже готовил именно ход Б4. Смог там найти пару интересных идей за белых. Хотя, по большому счету, оценку варианта как динамической равновесия все-таки поколебать не смог. Тем не менее, был готов бороться в этой позиции. Видимо, мой соперник это почувствовал. Поэтому избрал другой основной ход. Конь Ф6. Надо отметить, что самый логичный ход здесь, конечно, на черных это Д6. Но он после Е5 приводит к конкретным проблемам. То есть, теперь конь G8 легко не выходит. Ну а ДЕ конь Е5 приводит к некоторым затруднениям на пункте С6. Здесь черные не уравнивают. Последовало конь Ф6. Ход сильный, но достаточно провокационный. То есть, белые могут захватить пространство. Что я и сделал. Последовало конь С3, конь С7, слон С6, ДЦ и конь Е4. Эта позиция встречалась на практике. К шахматистам мастерского уровня и выше. Ну, больше сотни раз. И в принципе, у черных есть два основных хода. Это Б6 и конь Е6. У обоих есть преимущества и недостатки. Ход с Б6 более амбициозный. То есть, теперь пешка на С5 защищена надежнее. В то же время слон с С8 может выйти на активную стоянку на поле Ф5 или на поле Ж4. Но есть конкретная проблема. У белых появляется ход конь Ф6 в шах. Теперь взятие на Ф6 как пешкой, так и слоном приводит к неудовлетворительной позиции совершенно. Король Ф8 вынужден. А теперь конь на Ф6 висит по-настоящему. Его нужно выводить обратно. И вот, казалось бы, белые потеряли два темпа. Но зато у черных перманентные проблемы связаны с тем, что король не рахирован. И ладья на А8 застревает. Поэтому, объективно, мне кажется, черные здесь должны играть активно. И большинство сильных гроссмейстеров так и делали. То есть играли с С4, Д3. И вот после слона Е5 у белых есть две идеи. Первая это просто сыграть А3, попытаться поиграть позицию с компенсацией за пешку. Ну и вторая идея более, скажем так, взрывная. Белые могут взять слона на Е5. Так, прошу прощения, конечно, не после А3, а до. После чего черные обязаны брать ферзя. Следует слона Н6. Король Ж8. Ну, король Е8 слабее по причине конь С6. Теперь на любое отступление ферзя будет конь в 6 мат. Поэтому король Ж8. Конь бьет С6. Черные не могут здесь позволить себе спасать ферзя. То есть они должны играть с С2. Но на самом деле, после С2 и к примеру конь Д8 или Д8, у черных прекрасная позиция. У них уже лишняя пешка. Скоро будет 2. И при случае они готовы раскрутиться путем в 6 король и в 7. Ну, вот у Белых здесь, правда, есть другие идеи. Вместо немедленного взятия ферзя они могут взять либо конь С3. Как, в принципе, встречалось в подавляющем большинстве партий на эту позицию. Ну и вот в прошлом году Грауф Мамедов против Даниила Дубова избрал новый ход конь С5. Ход объективно не дает Белым перевеса. Но с доской Даниилу оказалось очень трудно здесь справляться с проблемами. До поры до времени он играл здорово. Но в итоге все-таки Грауф Мамедов его обманул. И выиграл одну из лучших партий в 2017 году. То есть здесь получается, что у Черных отличная фигура. И у Базэма будущем Белые отыграть ее не могут. В то же время совершенно непонятно, как Черным вытаскивать Ладью с поля H8 и Короля с поля G8. То есть объективно здесь динамическая равновесие. Но, на мой взгляд, Белым играть попроще. Ну и, видимо, мой соперник не захотел здесь проверять качество моих анализов. Которых, скажу по секрету, по большому счету и не было. То есть я не настолько серьезно готовился к этой партии. По той причине, что в швейцарской лиге, собственно, до тура ты не знаешь, с кем именно ты будешь играть. То есть там всегда есть выбор из нескольких соперников. Трудно угадать, какой именно состав выставит капитан противоположной команды. Ну вот, мой соперник здесь играл кунь Е6. Этот ход более надежный, но при этом более пассивный. Теперь хода кунь Е6 у белых нет. Они должны просто заканчивать развитие и нападать вот на пешку С5. Так и последовало. И здесь, конечно, основной ход за черных это Б6. После чего подавляющее большинство гроссмейстеров играло Ферзь Д2. Ферзь Д2 дает черным интересную возможность Ф5. То есть стратегически выглядит совершенно безумно. Но здесь вот после Ф5 кунь Е5, на самом деле кунь Е5 это грубая ошибка. Ход выглядит очень сильно. То есть теперь на кунь бьет Е5, слон бьет Е5, черный слон на Ж7 остается в заперти. Проблема в том, что черных есть ответов Ф4, после кунь Е6 и ФЕ они просто выигрывают фигуру и партию. Поэтому, к сожалению, после Ферзь Д2, Ф5 белые должны брать на Ф6. Ну и вот здесь они сохраняют более активные фигуры, некоторые КРС. Но мне кажется, что объективно черные очень близки здесь к тому, чтобы эту позицию удержать. Поэтому появилась новая идея играть Ферзь Ц1. Таким образом белые выдергивают у соперника идею с ходом Ф5. Потому что здесь Ф5 кунь Ж5 приводит к стратегически неудовлетворительной позиции для черных. Ф4 уже не проходит по причине кунь Е6, слон Е6, слон Ф4. А хода ФЕ нет из-за того, что Ферзь на Ц1 не подвисает. Ну а кунь Ж5, слон Ж5, повторюсь, черных явно не обрадует. Поэтому в ответ на ФС1, видимо, черные должны пытаться играть как-то по-другому. Но белые сохраняют стратегическую инициативу в связи с тем, что у них есть идея разменять вот этих слонов и попытаться организовать атаку на черного короля. Но мой соперник не сыграл Б6, он после довольно долгих раздумий, такое ощущение, что за доской забрал ход конь Д4. И как потом оказалось, конь Д4 до него уже играли, в том числе шахматисты довольно сильного мастерского уровня. Для меня, разумеется, этот ответ стал неожиданностью, с этой позицией я знаком не был. Поэтому взял на Ц5 достаточно быстро, просто потому что мне казалось, что это единственный способ как-то поставить под сомнение игру черных, и, наверное, это правильно. После этого кунь Ф3, ферзи Ф3, черные отыгрывают пешку. Эта позиция тоже встречалась на практике, и довольно сильные шахматисты за белых играли слон Ж5 и Т4. На мой взгляд, оба этих хода совершенно ничего не дают. То есть после слон Ж5 даже слон Ф6 приводит к нормальной здоровой позиции для черных. Ну а Д4 более интересно, но после слон Ж7 у черных все равно все довольно неплохо, по той причине, что они сохраняют двух сильных слонов. Кунь Ф6, на мой взгляд, единственный шанс побороться за перевес. Так партии последовало. Ну и мой соперник сыграл слон Ж7, это наиболее разумно, но кунь Ф2 тоже интересно рассмотреть. То есть после слона Ф8, ферзи Ф8 у черных не хватает компенсации за пожертвованное качество. То есть кое-какая есть, но за равенство в черных здесь не борются. Ну, а слон бьет А1, вот намного более интересный ход. То есть кажется, что белые просто побеждают. Слон Е7. Ну теперь на отступление ферзя куда-то на Б6 или опять белые просто забирают слона. На отступление ферзя на С7 они играют слоны Ф6, и здесь у них подавляющий перевес совершенно. Вот есть ход ферзи Ф8, и тут я не мог понять, как же белым достигать преимущества. То есть собрал сыграть король Ф1, и после слона Ж7, честно скажу, что мой план был сыграть слон Ф8 и слон Ф6, прошу прощения, и ладья Е7. Но это совершенно ничего белым не дает по причине слона Ф5. Поэтому объективно здесь нужно сделать более вкратчивый ход. А что и дает белым небольшой перерез. Но есть вот компьютерная рекомендация ферзи Ф4, и вот после нее черным действительно дорог хороший совет. Но не факт, что не удалось бы найти ход ферзи Ф4 за доской. С другой стороны, по сути, искать его заранее и не пришлось бы. То есть вот можно было бы остановиться, дойдя до этой позиции, и уже здесь попытаться распознать лучший ход. Так или иначе, мой соперник не стал ввязываться в осложнение. Сделал объективно более сильный ход слон Ж7. Слоны разменялись. Издалека я думал, что здесь смогу претендовать на небольшой перерез после ходов ферзи Е3. Наверное, это действительно так, но все-таки вот после Б6, конь Б3, ладья Е8, этот перерез действительно очень небольшой. То есть пешка на Е7 теперь защищена. Черные хотят сыграть С6, С5. Я должен этому препятствовать. Ну и вот черные завершают развитие. Ну и, на мой взгляд, их шансы на ничью здесь колоссальны. То есть мне показалось более, скажем так, амбициозно... Сказалось, что более амбициозный ход ладья Е5. Наверное, это правильно. Более того, наверное, даже объективно ход посильнее. При этом ход достаточно вызывающий. То есть черные могут сделать вот такую вилку на пешку Б2 и на ладью. Но этот вариант добром для них явно не кончится. Король Ж7 слишком слаб. Фигуры черных не развиты. То есть здесь объективно белые уже, по сути, побеждают. Мой соперник это понял. Сделал намного более сильный ход Ферз Д6. И вот здесь вот довольно тонкий момент. Рука сама тянется, как ладья на А1. Хочет поставить ее в центр. Но здесь черные легко получают надежную позицию. Они простреляют Б6 на конь Б3 слон Е6. Не создавая никаких чернокольных слабостей. К сожалению, хода конь Д4 здесь нет. Ну а Ферзи Е3 приводят после размена вот к такой позиции, которая явно в пользу белых. Но при этом совершенно очевидно, что черные более-менее пристойной игрой должны здесь делать ничью без больших затруднений. То есть Х4 всегда можно встретить путем Х5 или Х6. Ну а как иначе белым добиваться прогресса, не совсем ясно. Поэтому я сыграл Ферзи Е3. Идея заключается в том, что теперь после конь Б6, конь Б3. Б6, конь Б3, прошу прощения, как и было сыграно в партии. Здесь на ход слон Е6 следует конь Д4, а белые по сути выигрывают. Потому что, ну, во-первых, Ферзь, видите, подкрепляет коня на поле Д4. И при ладья на А1 такой возможности не было. Но этот конь Д4 теперь сбивает слона с Е6. Белые добираются до пешки Е7 и остаются, ну, по крайней мере, с лишним материалом. Ну и к тому же их фигуры все еще расположены лучше, чем фигуры соперника. Ну, какой-то пассивный ход ладья Е8 тоже черных не приближает к равенству. То есть ладья Е1. Ну, Е6, Д4. Таким образом, белые препятствуют освобождающему ходу С6, С5. Конь при случае через Д2 идет на Е4. У черных есть слабости по черным полям вокруг короля. Ну и вот у белых никто не отменял идею за белых Х4 и Х5. То есть это правильство не давало. Ну вот компьютер предлагает очень сильную идею ладья Д8. То есть выглядит как полное безумие. На самом деле, это не жертва пешки, во-первых. Потому что после ладья Е7, слон Е6, черные ловят ладью на поле Е7. И у белых нет хода Ферзь Д4. То есть ход ладья Д8 был совершенно не обессмысленный. Таким образом, черные решают белых вот этой идеей с разменом Ферзей и спасением собственной ладьи. Поэтому брать на Е7 не было бы нельзя. И здесь, видимо, единственный ход, который позволяет продолжить борьбу в несколько лучшей позиции, это конь Д2. Тем не менее, объективно, после слон Е6, большая часть проблем черных здесь решена. И у моего соперника были бы неплохие шансы спастись. Хотя, конечно, я продолжал бы здесь бороться до упора. Ну, хотя Д8 ход сделать довольно трудно. В первую очередь, по той причине, что С5 с этой же идеей выглядит намного более разумно. То есть кажется, что черные ограничивают коня белых. Брать на Е7 по-прежнему нельзя. То есть поле Д4 черные отняли, ладья теперь на Е7 застревает навсегда. Поэтому кажется, что черные буквально в одном ходе от того, чтобы решить все свои проблемы. В следующий ход будет слон Е6. Но вот не тут-то было. У белых есть ресурс Д4. То есть пешка С5 под боем. С4 и конь Д2 ведет к стратегически крайне непривлекательной позиции для черных. Пешка на С4 под боем. Пешка на Е7 под боем. Но, что самое важное, черные уже не оказывают никакого давления на центр белых. Поэтому белые могут спокойно наращивать инициативу на королевском фланге. Поэтому ход СД единственный. Конь Д4. Ну и вот здесь вот, как ни странно, мой соперник допустил решающую ошибку. Хотя сходу понять это было довольно трудно. То есть объективно нужно было играть ладья Е8. И после ладья Е1 делать такой вот довольно хитрый ход слон Б7. Теперь ладья Е7, ладья БТД 7, ФБТД 7, ФД4 не дает белым решающего перевеса, скажем так. По той причине, что у черных есть вот такая вот симпатичная идея со слабостью первой горизонтали. То есть на ладья Е8 теперь следует мат. Но если ладью нужно убирать, то черные просто отыгрывают материалы, получается ничьи. Поэтому брать не было бы нельзя. Но есть нормальный консолидирующий ход С3. Эта позиция выглядит для черных крайне неприятно. Но все-таки нужно отметить, что Е6 не проигрывает по аналогии с партией. Потому что если я здесь играю ладья Х5, у белых есть только вечный шаг. По той причине, что вот после Ф6, КГ8 нужно повторять ходы. Если здесь белые играют КНФ5, после Е, да, они выигрывают ферзя на короткий миг, но следующим же ходом получают мат. Поэтому получаются вот такие вот вечные шаги. Ну, отметим, что нельзя уходить королем на Е7 по причине КНФ5. И черные снова проигрывают. В общем, так или иначе, ход ладья Х5 здесь не проходит. Но есть нормальный, логичный, спокойный ход Х4. После чего белые сохраняют довольно внушительный перерез. Но с другой стороны, после Х6, по сути, здесь борьба только начинается. То есть, да, белым играть проще, их позиция лучше. Но в черных есть весьма заметный бронительный ресурс. Ну, мой соперник рассудил, что ладья Е8, ладья Е1, такое включение может быть только в мою пользу, и поэтому сыграл Е6 сразу. Но это наталкивается на тактическое опровержение. И, конечно, ход Е6, после него ответ ладья Х5, он бросается в глаза незамедлительно. Хочется сыграть так рукой, но я на ход ладья Х5 потратил 20 минут. То есть, не потому что это такой сложный ресурс, а потому что у черных матов на ладья Х5 есть одна довольно неприятная защита, с которой разобраться крайне тяжело, особенно при расчете издалека. Ну, как раз таки вот со взятием ладьи все понятно. То есть, здесь белый играет Ф6, К5, висит мат на Ж7, мат на Х6 и ферзь. То есть, после Е, Ф6, у белого просто лишний ферзь и легко выигранная позиция. С ходом король Ж8 тоже разобраться несложно. Белый играет Ф6, висит мат на Х7, но здесь все сводится к тому, что мы уже видели. Та же самая позиция с приставом ходов. Поэтому остается ровно одна защита. Это ход ладья Х8. То есть, таким образом, на Ф6 у черных будет просто ответ король Ж8. Вот хотите, видите, хотите, нет. Эта позиция уже равная. Чтобы поддержать, скажем так, огонь атаки, мне нужно играть ладья Д1. Этот ход, опять-таки, далеко не беном Ньютона, но проблема в том, что у черных есть два возражения, оба из которых опровергнуть, ну, не так уж легко. Во-первых, здесь ход король Ж8, и здесь у белых ровно один способ. Выиграть партию, нужно найти ход ферзь Ф3. Ход с двойной идеей, во-первых, висит ладья на А8. Во-вторых, ферзь Ф3 защищает ладью на Д1. То есть, на какой-то ход вроде ладья В8, белые побеждают многими способами. Конь Ф6 очень убедительно. Ну, конь Ф5, наверное, еще сильнее. Поэтому единственный шанс для черных это Ж8, но после ферзь Ф8 на доске материальное равенство. В то же время позиция черных в абсолютных руинах. То есть, слон на С8 связан, белые хотят его взять следующим ходом. Король на Ж8 очень слаб, ладья на А8 застрел находится вне игры. У король на Ж7 нет хода по причине конь Ф5. То есть, единственная защита Ф7, белые могут просто вернуть ферзя на Ф3. Следующим ходом они выиграют пешку. У них получится и материальный, и позиционный перерез. То есть, в этой позиции говорить не о чем. Мой соперник это понял, сделал более сильный ход Ф7. Ну, кстати, по-человечески ход тоже выглядит более логично. Хочется убрать ферзя все-таки из-под рентгена. И вот здесь было два способа, скажем так, победить. Я выбрал один из них, который объективно послабее. То есть, после него черных оборонительные ресурсы более, скажем так, широкие. Но при этом он привел, конечно, к очень красивой концовке. С другой стороны, если бы я смог бы досчитать до конца другой способ победить, я бы избрал именно его. То есть, здесь выигрывал ход ферзя 6. Король Ж8, ладья А4. Ну, то есть, ладья на Ж8 черных застрела. И если сейчас белые беспрепятственно сыграть ладья Ц3 или ладья Д3, они победят. То есть, черные должны идти на прямую конфронтацию. Они играют Е5. Теперь у белых висит две фигуры. Понятное дело, что это я видел. То есть, с 2 сыграть ладья Ц3. Ферзь Д6. Кажется, что белые снова теряют фигуру, потому что на отход коня следует мат по первой горизонтали. Но до этого момента я тоже досчитал, и ответ ладья Ц3 издалека заметил. То есть, теперь на ЕД ладья Д4 да, черные выиграли фигуру, а следующим ходом они получают мат по восьмой горизонтали. Как ни странно, я посчитал еще на полхода дальше, после ферзи Ф8 оборвал расчет. То есть, мне казалось, что теперь только коня Д4 висит по-настоящему, кроме того, висит размен ферзей. Ну, а Эншпельд после ферзи Ф8, короли Ф8, он, конечно, в пользу белых, но такую позицию можно элементарно не выиграть. Мне совершенно не хотелось доводить до подобного. То есть, здесь даже ход Ф6 и проверить не так легко. То есть, казалось бы, ну, позиция белых уже максимально активна. Вот, чтобы выиграть слона, им нужно как-то на него напасть, это не так легко. То есть, черные погады сломбы 7 не грозят, но вот на ходе Е7 они так уже сыграют. И здесь, по-моему, выигрыша не видно. Взятие пешки на А7 тоже ничего не дает, потому что теряется на А2. В общем, не исключено, что эта парица вообще ничейная. Ну, вот компьютер за долю секунды после ферзи Ф8 показывает опровержение. То есть, он играет ферзи Ф4, и оказывается, что ну, черные не взять себе коня, не взять коня позволить себе не могут, потому что в этом случае ну, если они не берут коня, то просто белые его уводят куда-то в следующем коду. Например, на Ц6, или на Б5, или на Ф3. И все равно ладья заползает на Д8. Ну, к тому же, посмотрите, как ужасно расположены фигуры черных. А если взять коня, да, у черных личная фигура, но ладья идет на Д8, и защиты от этого нет. То есть, единственная какая-то жалкая попытка на слон Ж4. Да, теперь ладья Д8, слон Д1, видимо, приводит к победе черных, но можно просто взять слона, у белых лишняя пешка и совершенно подавляющая позиция. То есть, это был самый чистый способ добиться победы. Я избрал другой. Я сыграл конь Б5. У черных большого выбора полей для отступления ферзя нет. То есть, Ф2, Ф6 это просто мат. Ну, король Ф6, конь С3 трудно серьезно рассматривать. То есть, Ф7 единственное поле, с которого черный ферз контролирует поле Д8. И здесь вот Ф6, король Ж8 уже ничего не дает по той причине, что поле Д8 прикрыто, и после следующего хода черные развиваются, у белого все фигуры висят. Ну, конечно, издалека я здесь видел, что есть ход конь Д6. То есть, белые продолжают игнорировать тот факт, что их ладья находится под ударом, и снова брать ее нельзя по довольно банальной причине. Белый играет конь Ф5, подставляет еще коня под бой, но это в то же время вилка на две фигуры, а ЕФ приводит к потере ферзя. То есть, все эти враны довольно элементарные. В то же время белые создали прямую угрозу, то есть, в случае, если черный играет, что вроде сломба 7, белые элементарно побеждают снова путем конь Ф5. Уже теперь конь подпадает под два боя, но ЕФ в ферзе 7, в принципе, все понятно, ЖФ в ферзе 6, тоже все понятно. Белые выигрывают весь комплект. Более того, на ход король Ж8 тоже есть идея конь Ф5. Снова белые легко побеждают. Брать коня надо. Теперь уже ладья Ж5 не выигрывает из-за короля Ф8, но зато выигрывает ферзь Ж5. На король Ф8 встают ладья Д8, но на размен ферзей белые забирают ладью. На этом даже заключение черных не заканчивается, потому что грозит ладья Ж8. Это позиция абсолютно выигранная. Ну и есть еще такая попытка обороны за черных. Это ход Ф6. В ответ на что у белых ровно один способ добиться победы. Довольно неожиданный, но в то же время несложный. То есть есть ход ладья Д5. Брать ладью нельзя. Белые создали элементарную угрозу конь С8, ладья Д7. Если уже слон уходит, то белые играют конь Ф5, на ЖФ играют ладья Д7 и снова остаются с лишним ферзером элементарно выигранной позиции. То есть казалось бы, все, партия заканчивается, но нет. У черных есть последний ресурс, но ресурс весьма сильный. Это ход А6. Здесь я понял, что на самом деле передо мной стоит не такая простая задача. Ферзер на А6 не попадает, и как-то вот прямого выигрыша найти мне за доской не удалось, наверное, по той причине, что его нет. То есть есть ход ладья Д5, и он мог бы случиться в партии через два хода. И скорее всего этот ход побеждает, но немножко обидно уводить ладью с поля H5 и как бы на время отказываться от прямой матовой атаки. С другой стороны, разница в активности фигур здесь колоссальная, и как бы продолжительный анализ с компьютером показывает, что позиция черных здесь объективно незащитима. Я же попробовал другой ход, и, наверное, это было хорошее решение, потому что белые при случае после этого могут вернуться к той же позиции, но дают черным дополнительную возможность ошибиться, ну и к тому же сам ход выглядит довольно эффектно, то есть я сыграл ладья Д5. Теперь на Е следует ферзь Е7 с победой, на ЖФ следует кунь Е5 с победой, все это довольно элементарно, на Ф6 опять-таки следует ладья Д5, с той же Ладья Д5 С8 белые легко выигрывают. Ну и строго единственным ходом зачеркнут здесь был ладья Д8. После чего объективно я должен сыграть ладья Д5, выдадить повторение ходов, двухкратное, ни в коем случае не трехкратное. Опять-таки ходу же Аш нет за кунь Е5, то есть надо играть ладья Д8, но здесь можно вернуть ладью на Д5 и снова белых технически выиграно. Также мне казался довольно заманчивый ход ладья Ф4 и наверное если здесь углубиться в анализ, то ладья Ф4 тоже побеждает. Но основная задумка хода ладья Ф5 была в другом. Дело в том, что внешне этот ход дает черным одну очень интересную идею, которой мой соперник вот и соблазнился. То есть он сыграл ладья Д8. Выглядит очень хитро. Теперь после ладья Ф7, ферзь Ф7, конь Ф7, ладья Д1 белые выигрывают ферзиан и неожиданно получают мат. В то же время у них висит конь на Д6 и висит ладья на Ф5. То есть кажется, что белые просто грубо просчитались и проигрывают. На самом деле это не совсем так. Во-первых, все равно искал ладья Д5, белые сохраняют перерез. Ну, у меня, конечно, была совсем другая идея. Можете поставить видео на паузу буквально на одну минуту и попытаться здесь найти тактический выигрыш. Достаточно несложно. Я сыграл на дебют и в 7. После ферзи в 7, конечно, не стал брать ферзя, а сыграл ферзь бьет а в 6. Ну, и неожиданно партия заканчивается. То есть вся эта идея очень напоминает комбинацию из партии матча на первое стомире Петросян Спаски, но слегка, скажем так, другой обработки. Черные могут, конечно, взять ферзя на f6, но они остаются в эндшпиле без двух пешек с неразвитыми фигурами совершенно безнадежными. То есть компьютер эту позицию оценивает примерно как плюс 4. На король f6 стоит ферзя в 4 и белые просто выигрывают ферзя и партию сразу. Ну, и король g8 последовала в партии. После ферзи h8 белые все-таки навязывают этот размен ферзи на своих условиях. И после ферзи h8 мой оппонент признал свое поражение, но, опять-таки, позиция совершенно проигранная. Ну, вот такая вот партия. Не то, чтобы в ней были какие-то глубокие замыслы, но вот комбинационные возможности, конечно, достаточно редкой красоты. Надеюсь, что вам понравилось. Для вас комментировал и играл Никита Петров.